но мечтать мечтать не глупо мечты делают из людей людей потому что без мечты полететь не было бы самолетов без мечты передвигаться быстрее не при помощи животной силы то есть не при помощи лошади там еще чего-то да были придуманы автомобили вездеходы и так далее хотели люди плавать плавать при этом перетаскивать огромное количество грузов да причем не на себе так и при помощи счета были сделаны лодки кати лодки катер и так далее так далее да то есть водный транспорт весь но опять же есть так подумать чё они поставили вот одну себе вот эту цель и все нет они к этой цели стремились но не стремились так вот чисто вот к этой тупо цели они сначала у них была какая цель у них была одна цель то есть это будет это получить образование чтобы они могли это сделать ну опять же да зачем в киберспорте образование то я могу так сказать скипли в киберспорт легко попадаешь если вот попадаешь не попадаешь да куда ты не как бы ты никуда не попал ты очень легко оттуда можешь вылететь как бы ты куда ни попал но вылетаешь ты легко если тему вот из универа отчислить за то что ты прогуливаешь да не являешься там на что-то а ты не являешься по той причине то что пардон мать с отцом тебя все время не могут как-то поддерживать да в материальном смысле тебе нужно кроме допустим поесть попить да ты хочешь как-то поразвлекаться да то есть ты ищешь дополнительный источник заработка но опять же ты не робот ты не можешь 22 24 на 7 не спать и тупо там работать учиться и все это одновременно да при этом не в ущерб чему-то о ламы то есть если вот в универе при этом ты находишься в общежитии да у тебя стипендия ну 2000 мне больше понравилось то что это когда я на бирже труда стоял да а мы были причины там бы обстояли в общем как бы минимально минимальный прожиточный минимум какой-то идиот рассчитал да то что не безработный человек который должен платить за хату за за или качество за все да за всю коммуналку при этом чё-то еще есть и пить да они рассчитали короче то что ему хватает 80 рублей да а если он работал то по моему отчет от 4 что ну там 4 5 что ли 6 я честно говоря очень не офигел но я думаю ну ладно у меня официально как бы я дни нигде не числился на работе да у меня все время это было после на потому что ну как бы официально не не примут по той причине то что я так на тот момент был несовершеннолетняя сейчас я как бы учусь при этом стараюсь да уж не охота получить образование путь учить максимум выжить да потом уже что-то еще пытаться что-то еще пытаться то есть себя обеспечивать как чему всего ввиду то что сначала ты должен суметь себя самообеспечивать да потом уже поддаваться во все эти долбаные киберспорты и так далее так далее так далее чёрт просто вот хочу быть короче киберспортсменом да вот и все а почему он захотел да потому что он посолил ну в принципе играешь получаешь деньги за это да а то что там те может вся команда твоя ну давайте звездили за то что ты допустим конечно официально ты никто не скажет про это они официально там тебе могут везде называли то что есть понятие тренировка тренировки не не две минуты до не час не два они часов по шесть по ими обычно нормальные такие да неплохие тем более ожидать того что вот я потом с киберспортом имя короче я буду в какой-нибудь заменитой команде да или я с нуля поднимусь до в до вершин олимпы славы это глупо я считаю то что сначала ты должен самообеспечивать себя да то есть у тебя должна быть работа да должна быть работа должны быть все что нужно да для самодостатка скажем так да они так то что мамка папка есть все короче погнал не ну если они тебя поддержит туда но опять же все время они тебя поддерживать с твоей мечтой да хотя это не мечта это глупость почему это называю глупостью потому что столь юном возрасте нефиг об этом думать то что я помню учился да еще пока в школе там один тоже заявил то что вот я хочу быть с киберспортсменом да не короче дофига зарабатывать ему все объясняли 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 то что это он короче он дурак да так вот они не смогли объяснить до тех пор пока один раз один раз я с ним не встретился он не начал мне чё-то сдвигать да мозг короче к не ходит не начал там насчет чего-то опаньки ля о тут рельсы кстати говоря интересно а это очень похоже типа на шахту да да ладно смотрите это типа как бы заброшенная шахта на поверхности так уйди пожалуйста спасибо прикольно почему чё-то мне начал задвигать да типа вот я короче типа крутой да я буду киберспортсменом я к этому готовлюсь но после того когда я один раз ему заехал промеж глаз сказал то что с киберспортсменом то ты будешь но ты живешь и ты до того времени это не факт причем это не небо не угроза ничего да я просто намеку ему то что жизнь стоит препятствие она оставит препятствие не такие типа вот и вот да она оставит такие неплохие препятствия то есть на уровень того что не то что там вот у тебя маленькая проблемка там то там то да вот решили а стоит такую то что у тебя имеется ли имеется ли следствие на то что вы сходить в магазин и поесть да купить поесть купить ну и купить продуктов приготовить пожрать да есть ли потом если деньги на жилье и потом ставят еще большие проблемы вот если ты их можешь решить сам без чьей-то либо помощи или с минимальными вмешательствами с третьей стороны да вот тогда да вот тогда ты можешь заявить то что я я могу вот я пошел добиваться цели да вот это вот понял да а был уже по моему класс 9 то есть ему если и напрягать свои булки да это напрягать надо было бы ему по черному то есть он заявил это где-то наверное в классе седьмом ему все пытались счет что-то ему мозги вправе да но на второй год не оставишь потому что отметки приемлемые для перевода следующий класс и и неплохой щеник ничего такого да просто дурак и все но сейчас я конечно не уже не знаю там полностью ли он понял или забил на то что ему убивали продолжу вот стран дать вот этой ересью я без понятия мне как бы пробанул до него поэтому вы знаете вообще как бы и я как такой человек который как бы еще и не старый но уже особый не молодой как бы сказать как бы достаточно взрослый чтоб понимать да но еще и недостаточно взрослый чтобы это осознавать или это делать я сказал вот так но совет могу дать тоже как бы прожил достаточно по своим меркам вообще вообще лучше всего прислушаться к людям как которым уже лет по 30 по 40 с их ним большим жизненным опытом они могут как-то побольше помочь до советам кто больше что-то сказать да опять же эти советы не могут быть и плохими хорошими одновременно то что в любом совете есть столько же пользы сколько и вреда да обычно то есть в мире есть такое понятие как равновесие да то есть не может так скажем количество превышать качество да то есть не может быть огромное количество людей которые вот могли вот делать чисто вот что-то одно да при этом каждый и делать это хорошо ну или так же то что это не может один и тот же человек быть одновременно и хорошим плохим да о наконец-то приперс ладно сейчас найдем где примерно вход до где примерно находится вход около него встанем и продолжим уже встречи части а вот он и вход так надо избавиться от зомбаков или хотя бы смыться от них как-то опа так ладно ну что же прожившимся счастья всем спасибо и всем скоро увидимся